Это Первый городской. Здравствуйте. На самых важных событиях четверга 5 января вам расскажут наши корреспонденты. Я ведущий Иван Дучак. Смотрите в выпуске. В Кривом Роге неизвестное сняли кожу с собак и подвесили животных на дереве. Поднимались уже наверх и обнаружили, что на ветке подвешены два трупа собак. Обещают снегопады и морозы. Кривой Рог готовится к резкому ухудшению погоды. Мы с вами прекрасно понимаем, независимо от того, какая погода на улице, скорая помощь должна прибыть в то время, когда необходим человек. Криворожские борцы отпраздновали День самбо. Так получилось, меня просто обижали в школе. Было такое время, да. И решила пойти попробовать себя. Об этих и других новостях дальше в подробностях. Украина может получить безвизовый режим в 2017 году. Однако шансы на это невелики. Об этом заявил политолог Руслан Бортник. По мнению эксперта, медовый месяц в отношениях между Украиной и ЕС закончился. А наиболее благоприятным для такого политического решения был уже прошлый год. 2017 будет сложнее для Европы. Как в экономическом плане, так и политическом. Ведь на носу выборы. В Франции, Швейцарии, Германии и Чехии. Сейчас в ЕС продолжается противостояние европейских элит, которые выступают против безвизового режима с Украиной. И европейской бюрократии, которая ведет свою геополитическую игру. В Франции пройдут президентские выборы. Причем оба кандидата европессимисты. Ключевые кандидаты в Германии пройдут парламентские выборы. И тоже будут усиливаться европессимисты. Выборы в Швеции, выборы в Чехии. И предоставить в таких условиях Украине безвизовый режим, это означает усилить европессимистов. Это означает однозначное поражение существующих политических элит. И мне кажется, что многие национальные правительства просто будут не способны принять такое политическое решение. Это было возможно в этом году. Это было возможно в 15-м году. Но в 17-м году это будет сделать намного сложнее. Два трупа собак, подвешенные на деревьях. Такой результат жестокого обращения с животными увидели несколько подростков. Около двух часов дня 4 января парни шли с Горняцкого через балку на улицу Содружества. Там же в лесопосадке увидели подвешенные тушки мертвых животных без кожи и лап. Испугавшись жуткого зрелища, подростки сразу же вызвали полицейских. Говорят, в их районе такого еще не было. Даже не могут предположить, кто мог так поиздеваться над невинными собаками. Мы проходили мимо, обходили балку и поднимались уже наверх. И обнаружили, что на ветке подвешены два трупа собак. Мы здесь редко ходим. Не знаю, мне кажется, что скорее всего, может, какой-то владелец какого-либо гаража недалеко. Кроме двух подвешенных собак, в яме были лапы, шкуры и другие части животных. Возможно, вандалы убили не только двоих четверолапых. Кто и зачем так жестоко поиздевался над собаками, сейчас выясняют полицейские с Аксаганского отделения. Если виновных найдут, им может грозить тюремное заключение. На данный момент проводятся следственные противные действия. По части 1 статьи 299 внесены ведомости до единого ареста. Санкции данной статьи – это штраф до 50 неблагомых мининых доходов граждан или арест до 6 месяцев. Грозился взорвать дом. Ночью 5 января в полицию поступил сигнал о минировании многоэтажки в Покровском районе города. Неизвестный сообщил, что в одном из домов на 4-м заречном находится чемодан взрывчаткой. На место оперативно прибыли спасатели, полицейские, медики и взрывотехники. В это время в здании находилось 350 криворожан. Их эвакуировали, территорию оцепили и проверили. После проведенных работ оказалось, что вызов ложный. Взрывных устройств не обнаружили. Спустя 2 часа люди смогли вернуться в свои квартиры. Правоохранители задержали злоумышленника. Им оказался житель этого дома, который недавно вернулся из АТО. Он был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина долго не шел на контакт с правоохранителями. Но начальнику Покровского отделения полиции удалось найти общий язык с правонарушителем. В результате он добровольно отправился в райотдел. Москвич столкнулся с маршруткой. Авария произошла на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Восякина, бывшей Буденова. Маршрутное такси номер 203 двигалось со стороны 95-го квартала в сторону автовокзала. Легковушка ехала с обратной стороны и совершала поворот на улицу Восякина. Водитель Москвича не пропустил маршрутку, из-за чего и произошло столкновение. У обоих автомобилей смята передняя часть. Водители легковушки и двух пассажиров общественного транспорта забрали кареты скорой помощи. На месте работали патрульные и следователь Криворожского отдела полиции. До Довгинцевского отдела полиции надошло поведомление про то, что по проспекту Гагарина на перехресті відбулося ДТП с постраждалами. В выездом на место было выявлено трех потерпелых 63-го года, 33-го и 77-го года, которые находились в маршрутном такси. За выше вказанное правопорушение будет внесено в видимость до единого регистра досудовых расследований за частиною 1 ст. 286 КК Украины. Три пострадавших на Мудреной столкнулись с Део и Жигули. Авария произошла 5 января около 4-х часов дня по улице Волгоградская, недалеко от остановки общественного транспорта. По предварительной информации, автомобиль Жигули двигался с 95-го квартала в сторону Артема, а Део разворачивался на Мудреную. В результате столкновения травмировался водитель ВАЗа и две его дочери. Их госпитализировали в тысячку. У обеих машин сильно повреждены капоты, восстановлению они не подлежат. Причиной подробности аварии устанавливают правоохранители. На учебу с детьми в корпусе одного из общежитий педуниверситета презентовали детскую комнату, где можно на время оставить ребенка с воспитателем. Теперь мамы-студентки могут спокойно отлучаться на экзамен, зачет или на пары, зная, что их дети под присмотром. Для малышей в комнате есть игрушки, карандаши, фломастеры и бассейн с шариками. Побывала на открытии игрового уголка и наша съемочная группа. «Веселый улей» – именно так назвали игровую комнату для детей. В день открытия собралось много малышей. Их развлекали не только воспитатели, но и аниматоры. Вероника – студентка педуниверситета и мама двух дошкольников. Говорит, идея хорошая, ведь бывают моменты, когда нет на кого оставить чадо. Это очень нужная комната для родителей, которые учатся. И я как сирота, у меня нет возможности оставлять на кого-либо ребенка. Когда нужно срочно бежать на экзамен, я думаю, выхода нет. И эта комната действительно спасение для родителей. Поэтому это очень хорошо. И я считаю, что нужно в каждом вузе, техникуме. Комната рассчитана на 10-12 детей. С ними будет заниматься методист, лепить поделки, рисовать, танцевать и петь. Покормить малышей здесь негде. Потому оставлять их родителям придется ненадолго. У нас действительно и гарни есть, и методичные пособники, и игры. Дети каждого раза могут приходить на певные мастер-классы. Мы будем лепить, малювать, какую-то певную аппликацию. Есть у нас автомобили для хлопчиков, есть ляльки для девчаток. Есть специальные наборы фруктов, овощей. Ну, то есть все эти дидактические материалы, которые зазначены и в перелику санитарно-генечных норм. Пока в комнате работает один педагог-методист. Проект еще будут дорабатывать и развивать. Руководство педуниверситета смогло оборудовать комнату благодаря помощи общественной организации «39-я женская сотня». В дальнейшем планируют докупить мебель, столики, диванчики и еще больше игрушек. В России, скажем так, европейского развития нашей державы, поскольку в Европе, в европейских университетах, есть такое понятие, такой статус. Он называется «Университет дружный для семьи». То есть, когда безусловно университет выставляет в качестве своего аспекта деятельности поддержку семейных студентов, поддержку сотрудников и выкладчиков, которые имеют семьи. Детская комната находится в третьем общежитии. Игровой уголок встретит первых малышей 10 января. Комната будет работать с полдевятого утра до пяти вечера. Посещения бесплатные. Вероника Лариненко, Евгений Энистрат, Первый городской. Снегопад и мороз в Кривом Роге. 6 января синоптики передают резкое ухудшение погоды. Температура ночью будет достигать отметки 15 градусов мороза, а днем 7-9 ниже нуля. Порывы ветра до 20 метров в секунду, а из осадков ожидается сильный снег. Но в мэрии уверяют, к непогоде готовы. Почти 100 единиц очистительной техники и более 4 тонн посыпочных материалов уже ждут своего часа. Также работают пункты обогрева, а спасатели говорят готовы устанавливать дополнительные опалатки для нуждающихся в тепле. Основная задача служб города Кривого Рога, это уже шестой сингл социально-культурного проекта «Песни войны». Автор композиции – нацгвардеец и бард Зиновий Медюх, известный как «Зенекс Майдана». Он же и выступил исполнителем вместе с певицей Оксаной Мухой и вокальной формацией «Пикардийская терция». Молитва на Рождество – это боль украинского народа, матерей, жен и дочерей, которые ждут возвращения своих родных мужчин с войны. В клипе на песню использованы реальные кадры, снятые в зоне АТО. Материал создателям композиции предоставило Министерство обороны Украины. Криворожские борцы отпраздновали День самбо. Лучшие местные спортсмены наглядно продемонстрировали зрелищность и действенность этого почти национального вида единоборств. Не обошлось и без награждений, но все-таки краеугольным камнем акции стали именно показательные выступления самбистов. Снукшевательные броски и обезоруживающие приемы увидел Андрей Чечель. Типичная ситуация в подворотне. Четверо хулиганов пасут, то есть высматривают жертву. А вот и две с виду безобидные девчушки с огромными телефонами. Спрогнозировать итог несложно, но в этот раз все идет не по плану злоумышленников. Незадачливые грабители были настолько невнимательны, что и не заметили форму сборной Украины на своих жертвах. Катя Москалева. Гордость спортивного кривбаса. Совсем недавно она стала чемпионкой мира по самбо. Говорит, и занялась единоборствами, дабы не попадать в неприятные ситуации. Так получилось, мне просто бежали в школе. Было такое время, да. И решила пойти попробовать себя. Я на чемпионатах Европы с 15 лет, сейчас мне 18. И вот это только моя первая победа на чемпионате Европы и мира. Я скажу, эмоции неимоверные, впечатления. Когда человек долго идет к своей цели и получает то, что он давно хотел. Ну это супер. Вот так девчонки осваивает, казалось бы, совсем не женский спорт. К слову, самым перспективным тренером по самбо в кривом роге становится опять-таки девушка. Я считаю, что он и для мужчин, и для женщин. И особенно приглашаю девушек на тренировки, девочек, маленьких, взрослых, любых девчонок. Потому что этот вид спорта, он внушает в первую очередь дисциплину, уверенность в себе и силу. А она даже для хрупкой женщины никогда не помешает. А вот лучшим тренером 2016 года по самбо ожидаемо назван Анатолий Кантур. Глава местной федерации самбо-дзюдо-сумо, он воспитывает дух и тело юных криворожан уже ровно 40 лет. Почти столько же существует и сама федерация. Но только пару лет назад, после переформатирования, она действительно громко заявила о себе. День самбо призван еще больше популяризировать этот эффектный и эффективный спорт среди современной молодежи. Говорят, самое важное, чему он учит, это дисциплина. Тренировки воспитывает характер. А как известно, посеешь характер, пожнешь судьбу. Андрей Чечель, Максим Пономарев, Первый городской. На этом пока о всем. В студии для вас работал Иван Дычек. Оставайтесь на главном телеканале Кривбаса. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова